Вот люди мне говорили о том, что штурмуют электрички, вот сейчас пик, да, ну там вообще нормально, без проблем, ну стояли мы, стояли, ну ничего страшного, спокойно, ну абсолютно никто ничего не штурмует, даже там с велосипедом были, вообще я не вижу проблем. Понятно, что подходы непонятно, ну это уже больше по станции Нахабина, часть ограждения стоит, часть вообще не стоит, люди ходят, переходят. Как раз организовывают вот это ограждение. То есть как бы там бессмысленно. А вот мы купили билет, никто его не проверяет, или на выходе? На выходе, да, потому что. Кстати, билет купить очень удобно, стоит автомат, все понятно, все. Здесь тоже порядка 16 таких автоматов, стоят и кассы отдельно, и также на дальних поездах можно купить билет. Сколько говорили, человек погибает на станции? Ну, на станции у нас вот когда был переход, много погибало, потом с решением прокуратуры демонтировали данный переход, по которому, собственно говоря, я с вами не разговаривал. И у нас сократилось в разу, там, если было раньше, в среднем год, там, 5-6 человек, то сейчас у меня ноль по станции. А переход пешеходный был? Так, сейчас проверим, как эта штука работает. Сюда, да? Или я неправильно прошел? То есть люди оставляют на день машины? На целый день, да. У нас в 7 утра тут пусто, в 8 утра вот так битком, а в 6 вечера опять пусто, сработали, возвратились. Но в 6 вечера сюда забивают люди близлежащих домов, которые живут, оставляют утром на работу, кто уезжает, кто нет. Так с организовывается. Слушай, ну, очень большую парковку можно сделать. Здесь место, да? Вообще здорово. Да, и перераспределить, если бы нам вот еще переход пробить, то мы бы там смогли сделать маршрутки. Как раз мы бы разгрузили, потому что здесь маршрутки едут как в Павшинскую пойму. Отсюда? Да. Здесь же удобно, на Ильинку выскочил и сразу в Павшинской пойме. А, то есть смотрите, люди могут спокойно приезжать с Москвы сюда, да, садиться и заезжать в Павшинскую пойму. Так еще раз я могу понять, зачем нам здесь проход? Вот, если как бы так, ну, так же, как мы шли, можно так же спокойно выйти. Или так люди не идут? Так люди не идут, потому что обходить. Много? Да. И у нас там целые у меня были демонстрации, честно говоря, когда я оснасил этот сельхоз, ну, там решение прокуратуры. В был случай, там, девушка с парнем у нас, наверное, забила, вот, в групповой случае, вот расследование. Ну, то есть вы как бы закрыли, заварили то, что потребовали, но, по сути, люди не остановить. А, люди не остановить, потому что, если вы посмотрите, мы вот там вот все закрыли, и они мне выламывают ворота, и выламывают вот этот забор. Это ворота идут в путь, идет на КМЗ, на завод имени Зверь, вот через Волоколамку какую-то. Вот вы, если посмотрите, видите, тропа даже натоптана, и все с платформы идут сюда. Да. Ну, допустим, если здесь сделать переход, ну, а дальше тоже, наверное, ходят? Или не так? А там же дальше есть этот класс? Там дальше есть переход со светофором, мы сделали, это было два года назад, ну, по требованию. Со светофором? Да. Но здесь со светофором невозможно сделать, потому что у меня длинные, нет, длинные составы стоят по 50 вагонов, и я их не могу разрывать, они весь путь занимают. Вот он ушел у меня ночью, там, 22-35 по графику ушел, то есть он вот так вот полностью путь, и люди лазят под вагонами. И сразу ехать в горы, потому что большинство едет в Чернино. А здесь далеко делать, да? Это далеко же, все равно люди будут здесь ходить. Надо с руководством, дайте мне контакт, это руководство ЦППК, мы, наверное, встретимся, поговорим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Тебе! Редактор субтитров Н.О�ней Луган Субтитры сделал DimaTorzok